Привет всем, с вами Кик. И сегодня вам будут взрывать мозг компания Google и их бюджетный убийца всех камерафонов. Xiaomi с ее бессмертным девайсом Redmi Note 7, который не только выжил в открытом космосе, но и сделал очень четкие снимки. OnePlus 7 Pro, который перехватит пальму первенства у Galaxy Fold и станет первым девайсом с памятью UFS 3.0. Автомобиль Tesla, который превратили в секс-машину. И революционные контактные линзы с дополненной реальностью. Все это сразу после короткой рекламы. Не можешь определиться, какой девайс выбрать и где его купить? Будь то ноутбук или смартфон, телевизор или видеокарта, во всем тебе поможет e-каталог. Нужно всего лишь выбрать категорию, отметить нужные характеристики, и e-каталог выдаст все товары, которые подходят именно тебе. Ознакомься с отзывами, посмотри подробную 3D-модель товара и выбери из многочисленных магазинов самую лучшую цену. e-каталог. Удобно. Ссылка в описании. Начнем мы сегодня с компании Google, которая в первый день конференции Google I.O. 2019 официально представила два новых смартфона. Pixel 3i и Pixel 3i XL. Как и ожидалось, эти смартфоны младшие братья флагманов Pixel 3 и Pixel 3 XL. Но радует то, что камеры в них установлены те же самые, что и на старших моделях. В связи с чем Google смогла вывести на рынок лучший камерафон с ценой всего в 400 баксов. Из различий тут, как ни странно, не только минусы, в число, кстати, которых входят отсутствие пылевлагозащиты, беспроводной зарядки и корпус из поликарбоната. Многие издания также вносят в этот список процессор. Но Snapdragon 670 не так уж и плохо. А вот в плюсах тут камера, о которой мы уже упомянули. Быстрая зарядка сразу из коробки, чистый Android, отсутствие челки и барабанная дробь, 3,5-мм джек. Никуда не пропали стереодинамики и технология Active Edge. Прекрасный OLED-дисплей также на месте. Встречен смартфон на своей родине был отлично. В частности, журналисты The Verge, сравнив скорость новинки со своим старшим братом, заметили, что чувствуется медлительность нового девайса. Да и лежит в руках он не как флагман. Видимо, из-за пластикового корпуса. Но в то же время, как только сделаешь одну фотографию на смартфон, становится понятно, что все 400 зеленых ушли по назначению. Единственное, мы ни в коем случае не забываем о прекрасных китайских брендах, которые за эту цену могут предложить не менее достойную альтернативу. Но давайте не забывать, что в Америке идет война отечественных брендов. И в плане бюджетных девайсов Apple со своим iPhone XR оказалась в пролете. Да, чисто по характеристикам он выигрывает, но такой ценовой отрыв обязательно сыграет свою роль. Нам остается ждать, и заполним мы это ожидание не менее важными новостями из мира технологий. Так что продолжим. Мы живем в веке, когда человечество стремительно пытается освоить космос, запуская туда немыслимые аппараты и космические корабли. Но одна очень известная китайская компания решила провести показательную акцию для своего прочного бюджетного смартфона Redmi Note 7. Дав понять всему миру, что они сделали, бессмертный аппарат. Началось все с того, что испытуемого подняли в специальной установке на высоту 35 километров над землей, с температурой окружающей среды минус 58 градусов и атмосферным давлением 1 килопаскаль. Космическое путешествие смартфона длилось два часа, пока воздушный шар не лопнул, запустив тем самым возвращение аппарата на землю. За это время девайс не только стойко перенес агрессивную среду, но и сделал несколько четких снимков планеты на основную камеру, состоящую из двух модулей. В процессе посадки смартфон все-таки переволновался и выключился, но экспериментаторы уверяют, что после включения Xiaomi Redmi Note 7 продолжил функционировать, как и положено, то есть пребывание в стратосфере на работоспособности гаджета никак не сказалось. И продолжаем тему смартфонов. Издание WinFuture опубликовало изображение нового флагмана OnePlus в разных цветах корпуса. Новые изображения говорят о том, что у OnePlus 7 Pro будет как минимум три варианта расцветки корпуса. Среди них черный, золотистый и голубой с градиентом. OnePlus 7 Pro получит дизайн, напоминающий смартфоны Samsung. Края по бокам экрана слегка закруглены, как и задняя стеклянная крышка. Только модуль основной камеры располагается вертикально, и нет отверстия под фронтальную камеру. У экрана вообще нет вырезов, потому что камера выезжает из корпуса при запуске приложения. Дисплей смартфона имеет диагональ 6,67 дюйма с разрешением QHD+. Главной же особенностью экрана станет частота обновления в 90 Гц, поэтому картинка должна быть плавнее, чем у многих других смартфонов. Данный девайс перехватит пальму первенства у Galaxy Fold. А речь вот о чем. Источник, связанный с разработкой смартфона OnePlus 7 Pro, рассказал, что устройство также получит флеш-память UFS 3.0, которая позволяет увеличить скорость обмена файлами в два раза. Согласно спецификациям, опубликованным в прошлом году, скорость передачи данных по двум линиям шины UFS в версии 3.0 составляет 2,4 ГБ в секунду. Это в два раза больше, чем у UFS 2.0. Ранее предполагали, что первым смартфоном с памятью UFS 3.0 станет Galaxy Fold. Но старт его продаж был перенесен из-за известных нам всем проблем с экраном. Таким образом, OnePlus 7 Pro имеет все шансы попасть в историю как первая подобная модель. Ну что ж, про смартфоны поговорили. Пора переходить к невообразимому. Несколько дней назад в сети тут и там появлялось одно увлекательное видео, где одна парочка занимается этим в машине. У нас весеннее обострение, спросите вы? А вот и нет. Данная, так сказать, новость привлекла наше внимание лишь потому, что парочка занималась увеселительными делами не абы где, а в движущейся машине Tesla, которой управлял автопилот. Вот что мы называем смекалкой и правильным использованием технологий. После этого случая в самом большом и известном ресурсе для взрослых слово Tesla взлетело на первую строчку популярности. Вы только не обижайтесь, но даже не просите никаких ссылок. Думаем, вы и сами разберетесь. И после того, как вы разобрались, мы бы хотели показать вам первые в мире контактные линзы с гибким источником энергии, обладающие функцией дополненной реальности, которые уже заинтересовали управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. ДАРПА. Эта французская разработка не только улучшает зрение, но и передает визуальную информацию по беспроводной сети. В линзе есть миниатюрный и гибкий автономный источник питания. Разработчики заявляют, что заряда хватает на несколько часов активной работы. Оказывается, американская компания InnoVega при поддержке ДАРПА еще в 2012 году, приступила к разработке контактных линз, способных проецировать улучшенное и дополненное изображение на внутреннюю поверхность стандартных очков. Американские военные спустя три года финансировали еще одну идею — создание контактной линзы со встроенным зумом. Проект проводили исследователи из Швейцарии. Как показывает практика, в армии США заинтересованы в развитии технологий дополненной реальности, поэтому французская разработка никак не могла остаться незамеченной ДАРПА. А теперь давайте перейдем к тому, что приближает будущее из научной фантастики. Наши подписчики, наверное, помнят, что в одном из наших выпусков мы рассказывали, что исследователи из Тель-Авивского университета напечатали первое в мире полноценное сердце. С этой даты не прошло и месяца, как исследователи из университета Райса успешно применили трехмерную печать, чтобы создать миниатюрный аналог человеческого легкого. По словам авторов исследования, главным препятствием для них оказалась неспособность печатать сложные сосудистые системы, которые в организме служат для транспортировки крови, воздуха, лимфы и желчи. Например, дыхательные пути легких тесно связаны с кровеносными сосудами, что позволяет обогащать кровь кислородом. Чтобы решить проблему, над которой бились многие трансплантологи, исследователи разработали новую технологию биопечати с открытым исходным кодом. Она получила название SLATE – стереолитография для тканевой инженерии. В процессе печати с использованием SLATE, SLATE-ка не печатаются по одному и обрабатываются синим цветом, который делает их твердыми. В будущем технологию можно будет использовать, чтобы печатать функциональные органы для пересадки, а также создавать модели для изучения болезней. Исследователи признают, что пока находятся в самом начале пути. И какой же кик без роботов? Каждый день сотрудники полиции останавливают тысячи нарушителей правил дорожного движения. И каждый такой раз может стать причиной конфликта, в ходе которого как хранители порядка, так и нарушители могут получить травмы. Сотрудники научно-исследовательского института SRI International считают, что созданный ими робот может решить эту проблему. Вместо того, чтобы подходить к остановленным автомобилям, полицейские смогут отправить к ним робота с видеокамерой и сканером водительских прав. Раздвижная конструкция с роботом крепится к боковой части полицейского автомобиля. Предполагается, что при остановке нарушителей она будет удлиняться вплоть до окошка водителя. Благодаря встроенной камере и дисплею два человека смогут разговаривать на безопасном друг от друга расстоянии. При помощи специального сканера полицейский сможет изучить документы, а принтер позволит выписывать штрафы. Нарушители вряд ли захотят уезжать с места остановки, потому что роботизированный полицейский будет просовывать под автомобиль полосу с шипами. Если водитель и решит рискнуть, то с одной проколотой шиной он вряд ли сможет уехать далеко. И, кстати, о поездках. У нас вопрос, есть ли среди вас те, кто бывал, а может и живет в Лос-Анджелесе? А мы вам вот это к чему. В городе Ангелов находится знаменитый автомобильный музей Петерсена. Любой неравнодушный к автомобилям человек обязательно должен зайти хотя бы раз в жизни в этот храм автомобильной культуры, расположенный по адресу 6060 Уилшиэр Бульвар на Ферфакс Авеню. И здесь действительно есть на что посмотреть, особенно сейчас и особенно любителям научно-фантастических фильмов. 4 мая в музее открылась выставка Hollywood Dream Machines – транспортные средства научной фантастики и фэнтези, на которой демонстрируется более 50 различных средств передвижения из наших любимых фильмов. Эта выставка стала крупнейшей за 25-летнюю историю здания. Посетителям предлагают не только посмотреть на полноразмерные и уменьшенные реплики, а также оригинальные модели культовых транспортных средств, но и воспользоваться возможностью технологии смешанной реальности при помощи очков Microsoft HoloLens. Так что если будете поблизости, обязательно зайдите и сфотографируйтесь с этими малышками. И за нас тоже. Ну что ж, на этом у нас на сегодня все, друзья. Благодарим всех, кто провел это время с нами, надеемся, вам было интересно. Продолжайте поддерживать нас своими лайками, активно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного выпуска. А также приглашаем на наш канал Кик Крипто. Всех, кому интересны криптовалюты и финансы в целом. Увидимся, пока!